МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о последних событиях Могилёва. Отремонтированную часть Пушкинского моста открыли для движения. Автомобили движутся по двум полосам, по одной в каждую сторону. Для пешеходов открыт тротуар. Сейчас основные ремонтные работы ведутся на левой половине моста. Здесь работает спецтехника. Специалисты мостостроя демонтируют старые конструкции. В будущем возможно и полное перекрытие движения, но недолгое для объединения обеих частей моста. Китайцы готовы покупать могилёвские продукты. В первую очередь молочные и хлебобулочные. В Могилёв бизнесмены из провинции Чжэньчжоу приехали, чтобы посетить наши предприятия и определиться с выбором. Кстати, наши делегаты при посещении китайской компании уже подписали ряд договоров о намерениях с китайскими коллегами. В коллекции военных экспонатов Могилёва теперь дивизионная пушка Д-44. Орудие – подарок Министерству обороны Белоруссии к 75-летию героической обороны Могилёва. На Буническое поле пушку доставили работники Могилёв-Зеленстроя. Пушка выпущена в 1947 году. Последние 12 лет не обслуживалось. Орудие покрасит и установят уже к 9 мая. Могилёвские любители двухколёсников открыли велосезон. Около 400 велосипедистов участвовали в велопробеге. Маршрут был таков – от площади Ленина до деревни Константиновка. Силами в гонках, триале, фигурном вождении мерились гости из Гомеля – местные любители велосипедных прогулок. Правда, некоторые решили начать велосезон заранее – в сумеречный час. Мир, труд, май, скоро праздник Первомай. Да, возможно, речевки уже не в моде, но, тем не менее, традиция праздновать день Первого мая сохранилась. И даже в преддверии накрапывающий дождик не беда. Это только на удачу. Как Могилёв встретит день Первого мая и чем порадует своих горожан, расскажу вам я, Олеся Рыбалка. Первого мая в Могилёве откроется сезон фонтанов. Этой красивой традиции уже много лет. Согласитесь, городской интерьер в сочетании с водной стихией вне конкуренции. Первый торжественный запуск произойдет здесь, в сквере 40-летия Победы. Фонтан оживет и заиграет красками. Час икс в 16.00. Вечером здесь же будет открыт и сезон танцевальных вечеров под духовой оркестр. Так что всех желающих повальсировать приглашаем в 6 вечера. Перемещаемся на Первомайскую. Тут самый внушительный комплекс фонтанов в городе. С начала апреля их тестировали, ремонтировали и красили. Вот очередь дошла и до помывки. Кстати, она уже не первая по счету. С помощью работникам Горводоканала гидродинамическая машина. И вуаля, городские фонтаны как новенькие. Пробные пуски уже производились. Сейчас уже будут производиться окончательные пусконаладочные работы. Но все фонтаны, получается, работали, когда вы пробовали? Да, все фонтаны работали. Приглашаем 1 мая всех могилевчан и гостей нашего города на открытие сезона фонтанов. Вы отмечаете праздник 1 мая? Конечно, обязательно. А раньше как отмечали? Расскажите, вспомните. Радостно, весело. На демонстрацию ходили, наверное? Да, на демонстрацию ходили и в школе, когда училась, и в институте. В общем, да, было нормально. И шарики вспоминаются. И все. Было весело, прикольно. А, я помню, рассказывали родители, они ходили на парады какие-то. На демонстрацию? Да, да, на демонстрацию. Флажки, шарики? Ну да, там со всякими плакатами. Дождливую погоду сменяет солнце. А на 1 мая один концерт в Могилеве будет сменять другой. Причем не забыли организаторы и про микрозоны. Здесь концертно-развлекательные программы развернутся на шести открытых площадках. И в этом году организаторы и администрация райисполкомов постаралась сделать этот праздник более насыщенным, ярким и запоминающимся. Будут организованы не только культурно-развлекательные мероприятия, но и также торговые ряды, которые позволят нашим могилевчанам с пользой и в удовольствие провести этот день 1 мая. Что нужно с собой взять, могилевчанам? Хорошее настроение. Не останется в стороне и предприятие «Гурсвет». На 1 мая, а затем еще и с 5 по 12 в Могилеве будет работать праздничная иллюминация. С 9 часов вечера на растяжках будут зажигаться тысячи огоньков. Первомай идет в Могилев. Фряный дух, целебный пар, ароматные венички. Для любителей хорошенько попариться – отличная новость. Вот-вот откроется Могилевская баня номер 1 на Пушкинском проспекте. Этого события многие могилевчане ждали более трех лет. Все началось из-за того, что было предложено поменять кровлю. Но затем, когда столкнулись со строительной частью, пришлось заказать новый проект. И практически от старой бани здесь остались только стены. Полностью заменили кровлю, сантехнику, отопление, вентиляционную систему, теплоузел. Теперь баня одновременно может принимать до 60 человек. На втором этаже два общих отделения – женское и мужское. Каждая оборудована новенькими раздевалками и комнатами отдыха, где можно посидеть, пообщаться за чашкой чая. А так теперь выглядит мощное отделение, рассчитанное на 20 человек. Также расставлены помоечные мостики. А вот эти помоечные мостики, я смотрю, они из камня, да, сделаны? Ну, это гранитная крошка, изготавливали у нас на предприятии, шлифовали. Мостики из такого материала практичны и надежны. Предусмотрен здесь и антискользкий пол, и мощная система вентиляции для контроля влажности. В помывочных есть по две кабины для распаривания веников и по пять душевых кабин. Даже если в городе вдруг произойдет экстренное отключение воды, с пеной на голове посетители этой бани точно не останутся. Ведь система водоснабжения здесь проектирована таким образом, что всегда есть резерв, чтобы закончить процедуру. И, конечно, сердце каждой бани – парилка. Здесь две электрические печи-каменки и трехъярусный полок. Какая средняя температура будет в этой парилке? Я думаю, что от 90 до 110 градусов. Здесь будет установлено электронное устройство, заданная температура. Автомат будет сам регулировать температуру. Как только она будет понижаться, автоматически печь будет включаться, доходить до определенной температуры и отключаться. Для тех, кто не за духом парным пришел, а просто помыться, на первом этаже обновленной бани предусмотрены индивидуальные душевые кабины – одноместные и двухместные. В том числе душевая для людей с ограниченными возможностями. Удобно на случай, если, к примеру, отключили воду или для жителей частного сектора. А это, я так понимаю, мини-вариант бани для тех, кто не любит мыться вместе со всеми и предпочитает такой семейный банный отдых. Да, данное помещение, у нас таких два помещения в бане. Они расположены в этом крыле. В данном случае, значит, вот это парная на четыре человека. Тоже изготовлена, значит, из лиственной породы, чтобы все было, так сказать, удобно и практично. Здесь тоже есть своя комната отдыха, раздевалка, уборная и душ. А еще в бане предусмотрен буфет, гардероб и камеры хранения. Могилевчанка Светлана Герасименко живет неподалеку и с нетерпением ждет открытие комплекса. Баню очень люблю, люблю париться, люблю венечки, потому что баня – это хорошо, это здорово. Выходишь вот такой сразу после бани и такой прям молодой, чувствуешь себя обновленным. Поэтому, наверное, я, как и все остальные могилевчане, с нетерпением жду открытия этой бани. Потому что, ну, это вообще, это супер просто. Цены здесь пока останутся на прежнем уровне – в среднем по 30 тысяч рублей. В будущем, после аттестации и получения более высокой категории, стоимость услуг, скорее всего, немного вырастет. Самостоятельно оценить баню номер один по Пушкинскому проспекту могилевчане смогут уже 30 апреля, сразу после торжественного открытия. С легким паром! Могилевчанки готовы создать уникальный справочник для будущих мам всей страны. Проект «Дневник будущей мамы» стал лучшим стартапом Могилева по версии конкурса предпринимательских идей бизнес-школы ИПМ. В минувшие выходные региональные этапы конкурса прошли во всех областях страны. До финала в Могилеве дошли семь проектов, однако именно «Дневник будущей мамы» больше остальных впечатлил членов жюри. Тематический ежедневник с советами местных медиков, психологов и мам со стажем – плод творчества самих мамы основан на реальном опыте. Победа в республиканском конкурсе позволит девушкам адаптировать его и для других регионов. Мы абсолютно точно знаем, что большинство мам идёт в интернет. Исключительно небольшая проблема в том, что там такое количество информации, и она настолько разношёрстная, что на неподготовленный ум будут какие-то негативные последствия. Это лучше несколько раз перестраховаться. Именно поэтому мы ушли не в сторону интернета, а в сторону людей, которые несут ответственность за здоровье будущей мамы. Для того, чтобы мама как можно раньше осознала, что её будущий малыш – это навсегда, и что к этому нужно относиться не только с радостью, но и с определённой долей ответственности. Большой упор делался на возможность масштабировать этот проект, чтобы он не был локальным, чтобы этот проект имел значение на республиканском уровне и мог развиваться в других регионах. В тройку лучших проектов вошёл проект социально-культурного центра ипотерапии в городе Чаусе и предложение по организации онлайн-видеотрансляции «Гоу» студии «Смайл». Проект «Звезда надежды» члены жюри допустили к финалу, несмотря на сложность выполнения задумки. Предложение по созданию культурного маршрута и ипотерапевтической базы позволит и Могилёву, и области стать уникальным центром реабилитации в стране. Итак, что из себя будет представлять наш комплекс? Собственно говоря, это ипотерапия, анималотерапия, как это значит, ипотерапия, а также обучение верховое, где постоянный сбор, который будет для себя мини-отель, кафе, музей, целая туристическая зона, зона, сауна, пильярд и остальные различения. Сейчас ребятам предстоит очень активная работа по доработке своих проектов, доработке презентаций, чтобы они имели возможность достойно выступить уже на республиканском финале, который состоится 28 мая в Минске. И понимая, что будет очень достаточно сильная конкуренция, будут представлены лучшие проекты из региональных областных финалов, поэтому ребята сейчас дорабатывают свои бизнес-планы, прорабатывают более серьезную маркетинговую стратегию и оттачивают свою презентацию. Большинство проектов, не попавших в республиканский финал, между тем, уже получили свое воплощение. Среди них мобильное приложение «Выгодная уборка», которое поможет выполнять домашние дела и улучшить отношения в семье. В конце мая в Минске выберут лучшие из 16 региональных проектов. А это значит, что жители всей страны получат уникальный полезный проект и, возможно, могилевского производства. Какой он должен быть настоящий больничный клоун, расскажем нам? В первую очередь, добрым. Он должен уметь сочувствовать, при этом не показывать жалости, потому что ребенок, который находится на лечении, он такой же, как и все остальные. Надо стараться его отвлечь. Эти забавно переодетые и разрисованные ребята – волонтеры Красного Креста и студенты МГУ имени Кулешова. Могилевскую областную детскую больницу приходят пару раз в неделю, чтобы поднять ребятам настроение. Представления с надувными шариками и сладкими таблетками в виде конфет детям очень нравятся. Откуда у тебя такой поцелуй, расскажи мне? Нарисовали клоуны. Ты захотела себе на щеке, как настоящий парень, да? Да. Он очень веселый и классный, футбольный. У всех клоунов забавные имена – Лёля, Жужа, Ванилька. Это обязательное условие, чтобы истереть границы общения между взрослым и ребенком. К шести годам ребенок смеется и улыбается примерно 300 раз в день. А в условиях больницы эта потребность возрастает в десятки раз. Так вот, задача больничного клоуна – помочь ребенку вернуться к нормальной, веселой жизни и позабыть о своих трудностях. Лечение смехом – один из наиболее передовых методов терапии, которые применяют по всему миру. Смех и юмор помогают не только справиться с психологическим стрессом, но и способствуют облегчению боли. Больничный клоун должен быть психологом, врачом и актером одновременно, поэтому волонтеры проходят специальное обучение. И, кстати, эти могилевчане приходят в больницу абсолютно бесплатно. Даже пускай этих маленьких 10-15 минут, но если дети улыбались, если они где-то немножко перестали скучать о маме и папе пока в больнице, у них улыбки на лице появляются, это так здорово для нас. Ведь они улыбаются и выздоравливают физически, а мы, не стоит забывать, что мы выздоравливаем таким образом свои души. И думаешь, и правда, крылья растут от того, что кто-то там улыбнулся. Едешь потом домой, весь красный, с красным носом, но зато с хорошим настроением. Могилевская областная детская больница раньше использовали только элементы клоунотерапии. Но видя, какой эффект это приносит, здесь появились полноценные больничные клоуны. Мне кажется, это вообще очень важная часть лечебного процесса. Клоунотерапия, она помогает ребятам восстанавливаться, так как положительные эмоции, они способствуют быстрейшему выздоровлению. Помощь не всегда требует денежных вложений, хотя без этого тоже никуда. Иногда гораздо важнее эмоции, которые отдаешь детям. Надо это очень хорошо и здорово. Позитивные эмоции всегда способствуют выздоровлению и всегда заживлению. И чтобы ребеночек тоже веселился, и ему положительные эмоции нужны. Телеканал «Беларусь 4» и «Могилев» и «Радио Могилев» объявляет конкурс «Селфи с нами». Выиграй маме мультиварку, папе кофеварку. Чтобы победить, сфотографируйте себя, чтобы были видны логотипы «Беларусь 4» и «Могилев» или «Радио Могилев». Либо сделайте фото, где вы у телевизора, настроенного на «Беларусь 4» и «Могилев» или у радиоприемника, настроенного на волну «Радио Могилев». Пришлите фото в нашу группу ВКонтакте. Не забудьте написать несколько слов о себе. Снимки принимаются до 7 мая. Розыгрыш мультиварки и кофеварки состоится 13 мая на телеканале «Беларусь 4» и «Могилев». Смотрите телеканал «Беларусь 4» и «Могилев». Слушайте «Радио Могилев». Делайте с нами селфи и выигрывайте маме мультиварку, папе кофеварку. Станьте победителями конкурса «Селфи» с телеканалом «Беларусь 4» и «Радио Могилев». Присылайте свои селфи всей семьей. Победителей узнаем в День телевидения и радио в нашем эфире. Известный французский барон Бьер де Кубертен говорил, главное участие в играх вовсе не победа. Действительно, ведь не каждый могилевщанин хочет стать олимпийским чемпионом. Кто-то желает строить дороги, лечить людей и совершать научные открытия. Но для того, чтобы добиваться поставленных целей, надо быть в хорошей физической форме. В нашем городе ее поддерживают с малых лет. И не только на уроках физкультуры. Прийти погонять мяч можно и после занятий. Для этого в каждой школе и гимназии города работают секции. Мы в гимназии номер 4 на тренировке Данила Яновского. Учителем физической культуры он здесь работает уже 4 года. И его волейбольная секция хорошо известна в нашем городе. От желающих отбоя нет, говорит Данила. Хорошие результаты привлекают и мальчишек, и девчонок. Мы в основном выбираем это по желанию самих ребят. Если они заинтересованы, если есть у них какой-то интерес, тогда мы милости прошу в секцию. Я всегда интересовалась спортом и решила, что волейбол мне нравится больше всех других фитов. Потому что он очень красивый. Гандбольная секция в средней школе номер 27 уже более 10 лет. За это время мальчишки неоднократно становились призерами городских и районных спартаки от школьников. Поддержать славные традиции в этом учебном году в школу пришли два Дениса. Пузаков и Мелкозеров – молодые учителя физической культуры. Приходят в секцию заниматься, принимаем всех желающих. И в процессе тренировок отбираем уже лучших. Такой мужской вид спорта, силовой, зрелищный, наверное. На тренировки ребята приходят дважды в неделю. Говорят, здорово, что в школе есть возможность заниматься спортом. В гандбол меня пригласил Денис Алексеевич, наш учитель физкультуры. Ну, я попробовал, мне понравилось. Ну и пошло. А тем временем в средней школе номер 32 города Могилёва дети занимаются сразу в нескольких секциях. Привет, как тебя зовут? Алина. В каком классе учишься? В шестом. Не страшно тебе такой маленькой забираться на такую высоту? Нет. А какой у тебя любимый предмет? Физкультура. Лёгкая атлетика, туризм, баскетбол, волейбол, настольный теннис и футбол. За всё отвечает целая бригада учителей физической культуры. В этой школе их шесть человек. Мальчишки как не подводят. Они, кроме того, что физической культурой занимаются, здесь в секциях, как ведут себя на других предметах? В школе успевают? Да, успевают. Мы сами тоже отслеживаем. Если какие-то, когда проблемы существуют, то мы тоже пытаемся разговаривать с ними. То есть подводить к тому, что не только нужно спортом заниматься, но и во всех предметах соответствовать уровню хорошего, конечно же. В спортивных секциях Могилёвских школ и гимназии занимается более 4 тысяч детей. Не каждый мальчишка или девчонка станут профессиональными спортсменами. Но главное, зачем приходят сюда, быть в хорошей физической форме. В Могилёве появилась аллея скворечников. Авторство проекта принадлежит курсантам школы городских инициатив «Теплица». Именно они толокой придумали формат и дизайн для семи птичьих новостроек в районе набережной Днепра, сложив их в слово «Могилёв». Всегда хочется сделать что-то, что будет привлекать внимание, тем более обидно за нашу набережную, которая могла бы быть гораздо более яркой и таким более удобным местом отдыха, которое привлекало бы не только тем, что есть дорожка. Как и любому хорошему делу, этому проекту сопутствовал дождь. К счастью, у могилёвских кадетов, пришедших на помощь «Теплица», ни погоды не удивишь. Авторы проекта надеются, что новое жильё поможет пернатам вернуться в города. Поэтому домики выполнены из экологически чистых материалов и даже прикреплены к деревьям без единого гвоздя. Обвязывается вокруг дерева, просто-напросто и крепится, и всё. Потому что оно как бы древесине. Дерево живое аж, больно ему тоже. Авторы инициативы особое внимание обращают на то, что это не скворечники, это домики для птиц, для всяких разных. Так что надеюсь, что как только в городе окончательно потеплеет, в этих домиках заведутся новые жители. И совсем скоро, если у «Теплицы» всё получится хорошо, в районе Подниколия появятся похожие домики только для летучих мышей. Теперь у могилёвских инстаграмщиков появилось ещё одно знаковое место. Но дело не только в этом. «Семёрка домиков» — это анонс городского конкурса по созданию ещё десятков оригинальных птичьих новостроек. Попробовать свои силы могут все. Для этого нужно создать свой домик, сфотографировать его и опубликовать фото на своей странице в соцсети с хэштегом «Птицы2016» до 3 мая 2016 года. «Семёрка домика» «Семёрка домика» Да! Сейчас добереманов появилось куда больше в Беларуси. То есть раньше их не было, а сейчас какая-то то ли мода пошла, то ли еще что-то. Вот. Ну, единственное, что вот плохо, что не все владельцы добереманов понимают, что с ними нужно работать. Что у вас с ушами? Вы ловите из космоса сигналы? Нет, мы их ставим. А, они так лучше стоят. Вы их фиксируете? Да, фиксируем. Это стандарт породы по этому? Пока еще, да. Что значит пока еще? Стандарт летом будет изменен. Даже так? Да, то есть уши будут уже не купированы. Почему именно добереманы? Все-таки собака большая и строгая. Ну, эта порода самая лучшая, мне кажется. Почему? Ну, не знаю, они самые красивые для меня и верные собаки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok